Здравствуйте! Вы со мной на самом популярном канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интересной информации из сети. Все мы в той или иной мере стремимся к тому, чтобы улучшить свое материальное благополучие. У кого-то это получается с легкостью, а кто-то едва сводит концы с концами. В чем же секрет? Как оказалось, для каждого он свой. Мы подготовили тест, который поможет вам открыть свой секрет успеха и достатка. Еще пару маленьких советов о том, какой кошелек лучше. Итак, какой кошелек выбрать? Внимательно посмотрите на картинку и выберите тот кошелек, который привлек ваше внимание и понравился больше всего. Быть может, эта маленькая подсказка от вселенной поможет вам разбогатеть. Если вам нравится первый кошелек, то ваш путь к материальному благополучию, чистота, мысли и нравственность. Если будете лгать или предавать, деньги никогда не придут к вам. Всегда придерживайтесь своих принципов, идите по намеренному пути и никогда не совершайте подлостей. Тогда удача будет на вашей стороне. Если вам приглянулся второй кошелек, то секрет богатства заложен в вашей голове. Вы генератор идей. Ваш гибкий ум, широкий кругозор и смекалка помогут разбогатеть и стать успешными. Лучше всего реализовать себя в финансовой или юридической сфере. Если вы выбрали третий кошелек, главным секретом вашего успеха является вера. И совсем не важно, во что или в кого вы верите. Главное, что она дает вам силы и вдохновляет идти дальше. Чтобы достичь успеха, верьте в себя и свои силы. Хорошо для вас подойдет работа, которая связана с людьми, врач, либо педагог. Если вы выбрали четвертый кошелек, тогда богатство вам принесет все то, что связано с домом и уютом. Ремонты, строительство или кулинария. Именно это принесет деньги в ваш дом. Главное, что вам нравится дарить людям уют и комфорт. Стремление постоянно двигаться вперед. Вот секрет богатства для тех, кто выбрал пятый кошелек. Если вы застряли в рутинной деятельности, то вам нужно поскорее из нее выбраться. Это не принесет вам богатства. Путешествия, спорт, вот это действительно для вас. У вас, несомненно, получится превратить свое хобби в доходное дело. Если же вы обратили внимание на последний кошелек, то путь к процветанию – жадность. Только речь не о корысти, а о жадности к жизни. Вы получаете от жизни удовольствие и с радостью пользуетесь всем тем, что она вам дает. Также вы можете делиться этими удовольствиями с людьми, благодаря чему у вас получится сделать себе состояние. Вы можете найти себя в ресторанах, бизнесе и сфере развлечений. Это всего лишь тест. Не факт, что он поможет вам в выборе жизненного пути. Но вот в выборе кошелька вполне возможно. Эзотерики считают, что кошелек очень сильно влияет на материальное благополучие. И к его выбору нужно подходить очень ответственно. Это не значит, что купив правильный кошелек, вы сразу разбогатеете. Это значит, что энергия, исходящая от него, поможет вам привлечь деньги и достаток. Так как выбрать кошелек, чтобы он принес вам благополучие? Прежде всего, кошелек должен вам нравиться и вызывать положительные эмоции. На поиске нужно потратить много времени. Возьмите кошелек в руки и попробуйте представить себя в будущем. Видите ли вы себя богатым человеком? Чувствуете ли вы, что это тот кошелек, который поможет всего достичь? Тогда это именно та вещь, которая вам нужна. Важную роль играет качество кошелька. Лучше всего не скупиться и выбрать натуральную кожу. Цвет значения не имеет. Разве что можно подобрать под цвет денег. Белый, золотистый или зеленый. Кошелек должен быть вместительным, чтобы деньги свободно туда помещались. И самое главное, никогда не носите потрепанный, старый или порванный кошелек. Нужно иметь уважение к деньгам и обращаться с ними очень бережно и аккуратно. Не стоит носить и в карманах, платочках или пакетиках в скомканном виде. Ведь тогда деньги будут обходить вас стороной. Ну что же, на этом у меня все более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И конечно же ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. И помните, если вы разбогатеете, не забудьте поделиться со мной. Услышимся. Продолжение следует...